Семья – самое важное из всего необходимого человеку. Она является обязательным атрибутом счастья. Независимо от наличия множества нулей на банковском счету, уйма несерьезных увлечений и тысяч друзей без самых близких и родных, жизнь кажется неполноценной. Семья отождествляется с верностью и вечной любовью. Поэтому в России было принято решение создать собственный праздник – день, посвященный любви, семьи и верности, который олицетворяет преданность и верность своим родным, настоящую крепкую любовь и прочие семейные ценности. В канун праздника работники комплексного центра социального обслуживания населения совместно с отделом ЗАГС на дому поздравили две семьи. Первым, кого они посетили, была многодетная семья Мироненко из Дмитриевского сельского поселения. Иванович Наталья Николаевна, сегодня все российский день дня семьи любви и верности, социальное обслуживание с отделом ЗАГС ваше сельское поселение от всей души поздравляет вас с этим замечательным праздником. Самое главное в этой жизни – это здоровье, крепкого вам здоровья, добра вашей семьи, уюта вашей семьи, счастья вашей семьи, всех благ, чтобы ваши детки радовали вас, вы достойно воспитали своих детей. Счастья вам и вашим детям. Спасибо. Николай Иванович и Наталья Николаевна прожили вместе более 40 лет и воспитали 12 детей. Супруги прошли все невзгоды и тяготы в своей жизни. Поженились в 1974 году. У меня отец жил в Донецкой области, я туда поехал, ну и познакомились. Хотя мы и раньше были знакомы, потому что я по своему альбому посмотрел, там фотография жены была. Мы переписывались, когда они там жили. Ну и вот с тех пор мы живем, уже больше 40 лет. 12 детей нажили, 7 сыновей и 5 дочек. 14 внуков, вот это на руках был 14 дочек. Это второй брак у меня. От первого брака сын есть, но он уже взрослый ему, за 40. Дети, трое, что сейчас живут с нами, три сына. Остальные веровали, что здесь, вот она живет недалеко, Борисенко. Еще одна дочка живет рядом, у них по ребенку. В Армавире старшая сама живет. У нее дочь уже закончила второй институт, а сын маленький, вот полтора года. Тяжело, тяжело. Мама пока была жива, она в каком году умерла, я уже не помню, но где-то лет 17. Вот, она помогала здорово. Хоть и болела сильно, но она здорово помогала. А потом уже сами остались, уже детки подросли. Было уже повеселее, конечно, полегче. И сюда мы уже перешли, и мамы не было. Но уже дети ходили. Последний, по-моему, в первый класс ходил. Это что отслужился. Ну, так, в принципе, легко, потому что дети все трудолюбивые. Тяжело, потому что их много. Так что вот и денег мало. Поэтому тяжело было. Ну, я же говорю... Все-таки справились, поставили на ноги детей. Справились, поставили на ноги. Они половину сами себя поставили. Они все такие, что могут зацепиться за что-то, могут себя, это самое, одеть, обуть. И вот все сыновья, все сварщики. Чтобы обеспечить большую семью, Николай Иванович трудился всю жизнь не только на производстве, но и у себя дома. Вместе с супругой, а сейчас уже и со взрослыми детьми, занимаются выращиванием овощей в теплице. Ну, последний, я в ПМК работал долго. В питомнике работал мастером, прорабом. Потом перешел в ПМК, в Дундуковскую. Там работал 10 лет инженером по ТБ. Потом перешел в ЖКХ здесь, которое было, когда ПМК развалилось. А в ЖКХ уже сельский совет работал администратором по этому хутору, по Отрадному, по Политоделу. Семья Мироненко большая, дружная, где царят любовь, мир и взаимоуважение. Желаем им пронести эту любовь и согласие сквозь века. Прожить полувека вместе не каждому под силу, а уж прожить душа в душу все это время удается вообще единиться. Вот уже 50 лет живут вместе Заурби Адамович и Ольга Петровна Бзасежевы. Жизненный путь их не был усыпан цветами. Они прошли все испытания и трудности, которые выпали на их долю. Однако сохранили теплые, трепетные чувства, взаимное уважение и преданность. Вырастили достойных детей и внуков. Познакомились в 1964 году, когда я была направлена сюда, в музыкальную школу. Она еще молодая была, 2-3 преподавателя было. Только-только началась. Познакомились и 2,5 года так встречались. Потом поженились, потом два сына. А теперь четверо внуков. Уже все с высшим образованием. Детишки наши, кроме младшей, Былочка в этом году закончила школу с одной четверкой. Только ЕГЭ прекрасно сдала все. Что теперь будет поступать в ЕГЭ краснодар или Майкоп. Я довольна. Чем я довольна? Что хоть я и в Майкопе росла, и хотела бы в городе быть. Но я счастлива, что дети говорят на родном языке. Счастлива. Что обычаи не знают от и до. И внуки тоже. Так что все у нас хорошо. Продолжительные браки нынче становятся редкостью. Прожить вместе долгую жизнь – это огромное счастье. И вместе с тем это великий труд. Радует, что в нашем районе есть примеры дружных, слаженных семей, где чтят и уважают старших, где сохраняются семейные традиции, где бережно и требовательно относятся к воспитанию детей. Прожив 50 лет, мало что в душе изменилось. Взгляд на мир тот же, ценности те же. И среди первых, самых первых и важных, неприходящих ценностей – это семья. Если есть враг у нашей страны, он прежде всего разрушает семью. И тогда разрушается и страна, и жизнь у людей и так далее. Поэтому, как зеницу ока, нужно беречь семью. И с этой точки зрения я хочу в сегодняшний день всем молодым людям, и всем, которые уже имеют семью, жить в любви и в согласии. И не забывать о том, что действительно эти ценности неприходящие. Никакое время, никакие перемены, никакие революции не должны менять и девальвировать эту ценность. И тогда все будет в порядке. Сотрудники КАЦСОН и ЗАГСа также в этот день поздравили семью Бзасежевых и вручили им грамоту за долгую историю Семейного Союза. Медаль за любовь и верность и ценные подарки. Завтра Всероссийский день, семь дней семьи, любви и верности. И Кашхабельский комплексный центр социального обслуживания населения с отделом ЗАГС. Мы от всей души и от себя лично хотим поздравить вас с этим праздником. Пожелать самое главное в этой жизни – это здоровья, крепкого здоровья вам. Вы пример для подражания нам, нашим детям, чтобы долго-долго жили. Спасибо большое. Дари фуушару, пусть все у вас будет хорошо и на работе, и дома. Спасибо. Подобные подарки получила и семья Мироненко.